Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Благодарительное судебное заседание по иску прокурора города Нефтекамска в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю Гина Янку о признании действий ответчиков незаконными, об обязании прекратить деятельность по эксплуатации профилактики отдыха. На судебное заседание явились заместитель прокурора города Нефтекамска Салим Гареев. Сведения о надлежащем извещении индивидуального предпринимателя Гина Яна о месте проведения и времени проведения судебного заседания у суда отсутствуют. Слушание получилось довольно коротким. Ввиду того, что Кариб Гина Ян, ответчик по иску прокуратуры, в суд не явился, заседание было перенесено на 12 декабря, где искать владельца отдыха тайны нет, но надлежащим образом оповестить его так и не смогли. Срок рассмотрения подобных исков составляет два месяца, и слушание дела по существу назначено 13 января. Все два месяца честно выдержаны, ускорить процесс даже не попытались. То есть весь новогодний период, от корпоративов до рождественских праздников, несмотря ни на какие решения пожарного надзора, кафе продолжит свою работу. Закрываться на устранении в добровольном порядке руководство отдыха не спешит, а наоборот ускоренными темпами собирает заказы на новогодние гуляния. Рядом строящееся здание еще не сдано в эксплуатацию, а столики в нем уже расписаны. Руководство кафе не стесняется принимать гостей в пожароопасных помещениях, а также раздавать места в еще не сданном здании, находящемся на земле, договор аренды на которую, по решению Министерства земельных и имущественных отношений, должен быть расторгнут. Комитету по управлению собственностью Минзием имущества РБ по городу Нефтекамск поручено осуществить мероприятие по расторжению договора аренды земельного участка, заключенного для строительства универсального комплекса и приведению документации в соответствии с законодательством. Вот такой отдых в букве закона предложило руководство кафе. МОЛВЫ ТАНСЫ СООБЩЕНИЕ